Привет, мои хорошие! Ну вот я и лечу в Доминикану. И пока я в аэропорту, хочу вам показать бизнес-залы. Первый будет вип-зал «Космос». Нам он понравился больше всего. Мы пили мартини, кушали вкусняшки, бутерброды, кофе пили. Здесь, конечно, круто. Очень мне понравилось. Даже есть детская комната и слепбоксы для тех, кто хочет поспать. В лаунж-зонах я была первый раз и, конечно же, под впечатлением. Алкоголь можно пить сколько хочешь и даже импортный. Много вкусняшек, много закусок, туалеты и даже душевая комната. Напишите в комментариях, были ли вы в вип-залах. Мне будет, конечно же, интересно почитать. Аэропорт Шереметь, идите фри. Виктория Секрет. Привет, любимая, но мы туда не успеваем. Мы бежим в звездный и вентарный бизнес-зал. Второй вип-зал, который мы посетили, называется «Звездный». Но звездами здесь даже не пахло. Нам он, честно говоря, не очень понравился. Еды меньше. Уже алкоголь надо наливать самим, а не официант тебя обслуживает. Ну и да, какая-то так. Какая-то селедка там была, йогурты. Вкусных бутерротиков тогда же особо и не было. В общем, мне больше всего понравился космос. А звездный? Ну не знаю, хотя в основном, вроде как я поняла, звездный вентарный зал для тех, кто летает бизнес-классом, но как-то, короче, не айс. Но вы сами можете посмотреть, повыбирать, потому что когда я смотрела обзоры на YouTube, их практически не было. И я надеюсь, если вы будете в вип-залах, то, посмотрев мое видео, у вас будет возможность выбрать, в каком именно отдыхать. Так как те, кто летает бизнес-классом, у них возможность побывать только в одном зале, а у нас карта VIP, карта Priority Pass, и по ней мы можем летать, ой, не летать, а отдыхать во всех залах аэропорта. В залах мы находились целых 4 часа, но супер видео, и мы уже переместились в янтарный зал, потому что видео, вы знаете, все можно показать за 5 минуточек. Ну что я вам скажу? Янтарный зал, он такой же, как и звездный. В принципе, ничем особо не отличается. Находится в терминале F. Все-таки залы, которые в терминале E, мне кажется, будут покруче. Но здесь тоже есть детская комната. Она уже такая, ну, сами смотрите, уже гораздо меньше. Ну а мы с вами переносимся в туалет. Вот такие здесь цветочки в туалете, представляете? Ну, в общем, мы с вами будем в зале Космос снова. Здесь он очень крутой, и это единственный зал, где есть курилка. Счастливая? Очень. Мы взяли с собой сок, фантом, меринду, спрайб с собой. Вот это всякая водичка, кофе, фруктики. Вот мартини я налила. У нас 4 минутки до посадки, поэтому быстро здесь отдыхаем. Смотри, у нас здесь кофе в курилке. Да, кстати, какая-то машина крутая. И уже сейчас вылетаем, потому что, блин, зал Космоса, по-моему, самый крутой. Звездные, янтарные нам не понравились. А этот вообще супер-супер-пупер. Пока отдыхаешь в лаунж-зоне, можно брать с собой вкусняшки в самолет. Как Лена сейчас взяла фрукты, газировку. Некоторые берут орешки, ну или йогурты. А еще присмотрите, здесь холодильник и икра красная и черная. Я просто в шоке. Рейс нам и так задержали на 5,5 часов. И эти 5,5 часов мы провели в Вологде. А когда приехали в аэропорт, то рейс задержали еще на час. Поэтому у нас было дополнительное время, чтобы сходить еще в один вип-зал. Четвертый вип-зал. И называется он Галактика. Он находится рядом с Космосом. И в принципе он такой же классный. Тоже очень большой. Много вкусняшек, много алкоголя. Но что еще нужно, чтобы провести хорошо время перед вылетом? Все-таки карта Pass Priority это очень круто. Она дает классные возможности отдыхать в ожидании самолета, в ожидании вылета. Очень даже комфортно. Ну а если у вас нет такой карты или если вы не летаете бизнес-залом, то вы можете побывать в одном из залов за 3,5 тысячи рублей. Ну и есть какие-то там залы. Они стоят 21 тысяча рублей 3 часа. Но туда мы не смогли попасть. Там он был битком. Поэтому, к сожалению, не попали. Ну а мы с вами потихонечку перемещаемся в самолет, где нас ожидают вкусняшки, которые мы взяли с собой из вип-зала. Давайте посмотрим вместе. Все, посадка у нас началась. Мы уже в самолете. Разместились. У нас какие-то подушечки с собой. Турное тепло. Подставка под номерки. Системьки. Скоро будет взлетать. Смотрите, как у нас классно. Погода у вас дождик. А у нас уже скоро будет солнышко. Борто-блата. Сейчас вам покажу. Вот так, девчоночки, я лечу сегодня премиум-классом. Да, мы оплачивали эконом, но летим премиум. А почему? А все потому, что мечты сбываются. Недавно я писала доску желаний. И одно из желаний было летать бизнес-классом. И вы представляете, я уже лечу пока не бизнес, но уже премиум-классом. Здесь, конечно, крутые телевизоры, пледы, сиденья очень комфортные, более широкие, проход больше, сиденья практически лежачие и с подставкой. В общем, я очень даже довольна. А кормили девочки оба раза не айс. Мне не понравилось. В перерывах также носят прохладительные напитки, чай, кофе и гораздо чаще, чем в экономе. Кстати, если вам интересно, как исполнилось мое желание, которое я писала на доске желаний, пишите в комментариях, конечно же, вам все расскажу. Ну и пара фоточек. Это я в аэропорту Шереметьево с огромными чемоданами и фирменными пакетами. А это уже около домика в Доминикане. Заходим мы в наш домик. Тут веранда. Сейчас ее покажу тоже. Там, надеюсь, есть свет. Тут, смотрите, стол, стулик, зеркало, ванна. Пройдем сюда вместе. Тут все стандартно. Туалет, раковина, принадлежности какие-то непонятные. Мыльца, что ли? Полотенца. Ванна с окном, я так предполагаю. Так. Так, так, так. Чемодан мы еще не разобрали. Тут стол, стулья. Лена пытается вон вырвать уже на веранде дверь. Чего? Все, как еще? О, чтобы животные к нам не пробрались. Сейчас зайдем сразу на веранду. А, большая у нас? Большая, а будем тут завтракать, я так предполагаю. Кровать, правда, почему-то двуспальный вентилятор. Так, давайте зайдем на веранду. Такая большая. Видно соседние домики. И за этим домиком прямо океан. Так что очень близко. Так, сушилочка. Так, ну и что еще тут у нас? Ну, тумбочки около кроватки. В общем, все стандартно. Все красиво. Что-то у нас запутай на комнатку. Опачки. Бесплатный алкоголь. Тут, короче, джин, ром. Что-то еще там. Водка, не помню уже. Так. Ну, получается, шкафчик, вешалка, сейф должен быть. Ну и выход, собственно. Вот такой небольшой, но очень юбный номер. Хотя, как сказать, небольшой. Мне кажется, он даже супер огромный. Очень много метров. Мне нравится, я довольна. Пока покажу нашу ванну комнату. Здесь есть фен. Мыльце. Из дома я взяла средства для загара и после загара. Крем. Маску, подтягивающую силу от лица. Очищающие подушечки. Зубная паста. Кстати, у меня отбеливающая туннель. И от Фаберлик сыворотка для роста ресниц. Так как я не успела сделать ботокс-ламинирование ресниц. Надеюсь, здесь пройти курс восстановления их. Ну и разные-разные принадлежности. Кстати, смотрите, масочку вот такую я взяла. Тканевая. Это у меня от Эйвен. Сейчас вымоюсь и хочу масочку нанести. Спрей для лица. Шампунь, бальзам, дезодорант и мицеллярка. И покажу у Лены, что у нас есть. У Лены чего-то там для волосы жидкое. Тоже средства для загара и после. Дезодорант. Вот такие миниатюрки, которые я ей дарила. Крем для лица. Молочко для лица. И тоник для лица от фирмы Мика. Надо будет спросить, понравилось ей это фирма или же нет. Ну и тоже зубная паста и мыльца. Так как прилетели мы вечером, то попали на ужин, где были вкусные морепродукты, фруктики, ну и, конечно, коктейли. Об этом уже в следующем видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok